Тише, тише, тише! Это кричит Белка! Послушайте, как она кричит! Наверно, хочет внимания, моего внимания, обратить на себя. Место моего обитания – это гостиная, в которой я провожу много времени. Это Нэнси, моей свахи. Квартира, в которой они не живут полгода, потому что они живут в Ньюпорт, а мы живем, потому что мы приезжаем из Австралии. Шесть месяцев живем мы, шесть месяцев живут они. Так нам повезло с этой квартирой. Как я подбираю свой образ? Мне хочется как-то выглядеть свежо, по-летнему весело, немножко с таким озорством. Поэтому, мне кажется, шляпа здесь необходимый элемент, особенно днем, когда я иду куда-то днем. Цвет. Тут даже не важно, как это платье сидит на тебе, не важно, какой у него фасон. Самое главное – цвет. Я смотрю на свое платье, смотрю на окна, смотрю на сад, который возле меня, и это все здорово сочетается. Белочка. Я обожаю за окном такие пушистые кустики. И Белочка за окном. Я разглядываю себя в зеркале и смотрю на Белочку. А она приводит себя в порядок. Она чистит себя, она гладит себя, чешет себя. Грумин. Такое у нее утро. И у меня тоже. Это утро. Я меряю платье. Думаю о аксессуарах. Какие же аксессуары подойдут к этому платью. Но к зеленому платью подойдет все. Я так думаю. Это такой универсальный цвет. Небо подойдет к зеленому, потому что листья зеленые, небо голубое. Солнце подойдет к зеленому, земля подойдет к зеленому, а Белочка все приводит себя в порядок. Ей нравится ухаживать за собой, гладить себя. Она вот что-то там выстригает, скусывает. Интересно смотреть за животными. У меня на этом дереве то Белочка придет посидит, то Игуана прибежит, полежит. И еще какие-то бывают совершенно мне непонятные, я не знаю, какие-то животные, которых я даже не знаю, как они называются. Но это очень интересно и весело за ними наблюдать. Здорово, когда природа прямо перед твоим окном. Зеленое платье. Салат на зеленый цвет платья – это не просто оттенок, а целая палитра эмоций и ассоциаций. Этот цвет олицетворяет свежесть весны, пробуждение природы и радость жизни. Такой цвет часто ассоциируется с молодостью, энергией и оптимизмом. Можно себе представить теплый солнечный день, когда я надеваю платье этого нежного оттенка, а еще, если на нем рисунок пальмовых листьев угадывается, то такое сочетание словно магнит притягивает взгляды прохожих, наполняя атмосферу вокруг нас светом и жизнерадостностью. Зеленый салатный цвет прекрасно сочетается с различными аксессуарами, будь то белые сандалии, золотые украшения или яркая сумочка. Это делает его универсальным выбором для различных мероприятий, будь то пикник на природе или вечерняя прогулка по городу. Кроме того, такой цвет идеально подходит для города Майами и майамского гардероба. Он освежает, дарит ощущение легкости и свободы. В платье этого оттенка я чувствую себя комфортно и уверенно. И окружающие не могут не заметить мою энергетику. Салат на зеленый цвет также символизирует гармонию и баланс. Он напоминает о природе, о зеленых лугах и свежих салатах, наполняя мою жизнь натуральными и здоровыми аспектами. В мире моды такой цвет часто выбирают дизайнеры, стремясь передать атмосферу свободы и легкости. Таким образом, салат на зеленый цвет платья – это не просто модный тренд, а отражение внутреннего состояния, стремление быть ближе к природе и радоваться каждому моменту жизни. Надев такое платье, я не только подчеркиваю свою индивидуальность, но и привлекаю позитивные эмоции других людей и их взгляды, взгляды окружающих меня, прохожих, случайных людей, которые встретятся мне где-либо. Олег и я у Яна в доме. Никого дома нет, мы здесь сами. Мой сын мне рассказал о секретном ресторане, в который мы сегодня с Олегом собираемся пойти поужинать. Ян мне сказал, что это только для местных жителей. Какой ресторан для местных жителей Майами? Туристы о нем не знают, о нем вообще очень мало информации. Этот ресторан даже не рекламируют. Ресторан недалеко, на острове. От нашего дома до этого острова совсем близко. Это просто на расстоянии вытянутой руки. Но объезжать нужно через город. Вот мы усаживаемся в наш кабриолет и поедем в ресторан. Мы приехали к ресторану, ищем парковку, как обычно, потому что с парковками там всегда сложно. Парковка возле этого ресторана будет стоить 30 долларов, не меньше. Там только wallet packing. Я, конечно же, балуюсь с машиной. Это Яна машина. Они уехали в Ньюпорт на каникулы с детьми и оставили нам две машины. Сэра нам оставила свою машину, и Ян нам оставил свою машину. И вот мы сейчас на Яном машине с красными сиденьями. Здорово! На открытом воздухе. Ветерок. Мы едем по их улице. Уезжаем с их двора. Вот этот огромный дом при входе. И опять арка, где все время берут с тебя 3 доллара. Туда 3 доллара. Назад 3 доллара. Но на Яном машине и сэре машины они не берут с нас денег, потому что они местные жители. У них специальные стикеры есть на лобовом стекле, где написано, что это местные. Ресторан называется Дек на островных садах. Это кулинарный оазис в Майами. Уютно расположенный вдоль сверкающих вод залива Бискейн, Ресторан представляет собой кулинарную жемчужину, которая гармонично сочетает роскошь с расслабляющим очарованием Майами. Это заведение у воды. Это не просто ресторан. Это искушенность, яркое место встреч для местных жителей, где динамическая энергия города встречается со спокойным очарованием залива, моря. Ресторан можно расценивать как сценическое убежище. Приближаясь к этому деку, нарастает чувство предвкушения, подогреваемое потрясающими видами на горизонт Майами и нежным шепотом волн о берегах. Лавочки позволяют гостям наслаждаться живописными окрестностями, что делает именно это место идеальным как для коктейлей на закате, так и для праздничных вечерних ужинов. Я думаю, здесь отмечают день рождения, всякие события, которые проходят в жизни у местных жителей. Атмосфера усиливается мягким светом современных фонарей, которые там декорированы, и шорохом пальмовых листьев, колеблющихся на ветру, создавая уютную обстановку, которая манит людей. Именно в этом месте можно себя показать и на людей посмотреть. Это место местной тусовки. Здесь люди знакомятся. В ресторане по вечерам всегда звучит живая музыка. И вот интересно, что чем больше люди пьют, чем темнее становятся, тем громче людские голоса. И мне кажется, они уже не до музыки. Они настолько начинают увлекаться своими диалогами. Они так громко разговаривают, что, честное слово, не слышно даже своего голоса. Мы сидели с Олегом в ресторане. Как-то было неудобно что-то снимать, потому что вокруг так близко все сидели к нам. И никто не снимал ничего на свои телефоны. И я тоже как-то застеснялась. Мне было как неудобно снимать все то, что происходит вокруг нас. Но гогот стоял такой громкий. Люди как будто бы галки какие-то так громко разговаривали. И видно было по лицам людей, насколько им приятно, насколько они расслабленные. И мы с Олегом погрузились в эту обстановку. А потом мы ехали домой. Такие довольные, полные жизни. И нам казалось, что весь мир крутится вокруг нас с Олегом. Вокруг нас двоих. Это неописуемое удовольствие. Очень приятное времяпровождение. Олегом. Олег. 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 Олег.